Итак, добрый вечер, уважаемые коллеги. Всех рад приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре, который посвящен очень важной теме, которую ждут финансовые рынки, ждут трейдеры, ждут инвесторы и думают, как же действовать в данной ситуации. И это событие, это выборы, которые пройдут в США. 3 ноября мы фактически узнаем, кто станет новым президентом США. В начале года практически никто не сомневался, что это будет Трамп, но, по крайней мере, последнее время и, судя по последним вопросам. Этот горизонт смещается в сторону Байдена. Мы сегодня как раз обсудим все исторические моменты, поговорим о том, как в целом проходили выборы в США и как в целом устроена система, ну и также поговорим о том, как это влияет на рынок, на конкретные инструменты, на отдельные акции. Ну и обсудим, безусловно, то, что разумно делать в текущей именно ситуации и как повернуть, что называется, в свою сторону то, что сейчас на рынке происходит. Как всегда, перед началом это предупреждение о рисках. Всегда важно помнить, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и, пожалуй, риск является самым важным аспектом как в трейдинге, так и в инвестировании. Для тех, кто присутствует впервые в рамках Admiral Markets, я вижу, что у нас довольно-таки много участников с наших вебинаров, с наших курсов, которые присутствуют. Всех приветствую. Расскажу несколько слов о компании Admiral Markets, на площадке которой мы как раз и встретились для того, чтобы провести данный вебинар, потому что вопрос крайне актуален, крайне важен для наших трейдеров и для наших инвесторов. Компания Admiral Markets – это брокерская компания. На рынке мы работаем уже более 19 лет. Мы работаем в разных юрисдикциях, в разных правовых полях, но стараемся находиться как раз в одном правовом поле с нашими клиентами. Для торговли мы предоставляем на платформу MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Сейчас, конечно, основной упор идет на пятый MetaTrader, потому что там возможно ввести и инвестиционный счет, где вы можете просто покупать акции, формируя ваш портфель также, и заниматься непосредственно трейдингом, где вы можете с большим плечом, с небольшим плечом уже спекулировать на различных активах, как на акциях, как на валютах, так и на других инструментах. Собственно, также теперь давайте быстро познакомимся, чтобы те, кто присутствует, возможно, впервые на наших вебинарах понимали, кто здесь присутствует. Меня зовут Исаков Роман, я буду модерировать сегодняшнее мероприятие. Будет у меня первый блог. Расскажу несколько слов о себе. В рамках Admiral Markets у нас существует YouTube-канал, на котором также я провожу различные видеообзоры, рассказываю о своей торговле. Также у нас в прошлом году был запущен проект Trader, в рамках которого я также открыл реальный счет, выйду на нем торговлю, как раз в формате нашего YouTube-канала об этом рассказываю. Сразу же буду вам направлять полезные ссылки, чтобы вы могли на них подписываться, ну и, собственно, добавлять себе как раз в закладки и их в дальнейшем использовать. Первая ссылка, которую вы получаете, это ссылка на YouTube-канал Admiral Markets, и вторая ссылка, которая также максимально важна, это ссылка на наш Telegram-канал, в котором вы можете получать оперативно последнюю информацию по рынкам, ссылки на записи вебинаров, ну и анонсы новых вебинаров, в которых вы также можете принимать участие. Следующий наш спикер, который выступит сегодня перед вами, это Виталий Сергеенко, давний партнер нашей компании. Виталий является профессиональным инвестором, трейдером и управляет активами на сумму более 4,5 миллионов долларов. Может быть, информация у меня немножко устарела, может быть, Виталий меня чуть больше поправит. На пару лимонов устарела. Насколько на пару? То есть теперь 6,5, да? Ну, под 7, если считать вчерашний день. Но там сложная система учета, поэтому давай, скажем, там… Круглим. 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 Миллион туда, миллион сюда. Виталий является также автором канала Rich Invest Group, в котором вы можете найти большое количество информации по трейдингу, по инвестированию, различные полезные видео, чтобы как раз дополнить ваши знания в этом вопросе. Ссылочку на канал Виталия также сейчас прикладываю, и вы сможете как раз там найти для себя полезный контент. И также сегодня выступит Фуад Расулов, один из наших постоянных спикеров. С Фуадом мы сотрудничаем тоже довольно-таки уже большое количество времени. У Фуада колоссальный опыт, уже более 20 лет он занимается трейдингом, инвестированием и делится опытом также с нашими слушателями. И в формате вебинаров, в формате семинаров, которые мы проводим. Ну и также у нас был запущен проект подкастов, два трейдера, которые вы можете слушать каждый вторник. Но, к сожалению, сегодня по техническим сложностям мы не смогли записать наш подкаст, но в следующей, на следующей неделе он обязательно появится. Теперь, какой у нас будет план для того, чтобы всех сориентировать? Мы разбили наш вебинар на три части. В первой части мы поговорим о том, как в целом проходят выборы в США, чтобы разобраться, потому что система выборов там не прямая. И это тоже важно понимать. Во второй части мы пройдемся по статистике предыдущих лет. В этой части будет выступать Фуад. Фуад расскажет о предыдущей статистике предыдущих лет, то есть как себя вели рынки, как рынки реагировали на победу одного кандидата, другого кандидата. Там будет огромное количество статистики, фактически самый большой блок, в котором мы разберем, как рынки могут на это реагировать. И дальше, третья часть, Виталий расскажет о возможных исходах. Мы разберем с точки зрения статистической данных и поговорим уже конкретно по тем аспектам, по политике проведения одного из другого кандидата, если победит Трамп, если победит Байден, что в итоге мы сможем увидеть. Ну и финально мы вместе обсудим, что в данной ситуации разумно делать трейдеру и инвестору, чтобы как раз, ну с одной стороны, была возможность максимизировать прибыль, но с другой стороны, возможность минимизировать риски. Потому что в период неопределенности, как я думаю, что многие знают, риски всегда возрастают. Давайте начнем. Вот перед вами такой слайд, который как раз демонстрирует то, как происходят выборы в США. Как я уже сказал, система выборов, она не прямая, у нее есть довольно-таки большое количество этапов. И давайте здесь как раз по ней пройдемся, потому что она как раз демонстрирует полный цикл. Для того, чтобы быть как раз президентом США, я думаю, что большинство из нас не смогут пойти и кандидировать на должность президента США. Но тем не менее, то есть человек должен быть гражданином США, его возраст должен быть более 35 лет, и он должен проживать в США не менее 14 лет. Это важно. Теперь, как действует следующая система? То есть первый этап – это праймерис и так называемый кокусис, где как раз выбираются кандидаты от каждой партии уже непосредственно внутри демократической и республиканской партии. Да, я напомню, что в США у нас двухпартийная система, там есть демократы и республиканцы. Были случаи, когда побеждали и независимые кандидаты. Но в большинстве случаев как раз побеждают представители одной или другой партии. Затем, после того, как у нас уже есть кандидат, когда с ним уже определились, за него проголосовали, наступает период как раз предвыборной гонки. То есть когда кандидаты ездят по штатам и агитируют за того, чтобы проголосовали за себя. Также есть система дебатов. Я думаю, что многие наблюдали, ну, по крайней мере, может быть, если не полностью, то смотрели краткие выжимки. С дебатов, которые были между Байденом и Трампом, между вице-президентами. То есть существует три этапа, по крайней мере, в этот раз будет три этапа. Это дебаты Байдена и Трампа. И вот одни дебаты вице-президентов, они уже прошли впереди. Как раз остался один последний этап. Ну и после того, как уже выбрано прошли дебаты, наступает период голосования. В этом году это будет 3 ноября, когда как раз голосуют люди, в первую очередь, за своего кандидата. И здесь вот как раз мы подошли к важному моменту, как заканчиваются выборы в США. В США система выборов представителей. То есть от каждого штата, в зависимости от населения, есть представители, которые должны отдать свои голоса точно так же, как отдали люди в этом штате. Напомню, что в прошлом году, в прошлых выборах, когда была как раз гонка между Хиллари Клинтоном и Трампом, по количеству голосов людей, да, победила Хиллари, но по количеству как раз представителей победил Трамп. Ну вот, собственно, здесь вот есть некая особенность этой системы. Система была интегрирована более 200 лет назад, когда еще основатели сели и решили подумать, а как же им проводить как раз вот эти выборы, потому что тогда не было ни интернета. Понятно, что отправляются данные там голубыми, кто не хотел. И вот выбрали такую систему, что каждый штат голосует, и затем от каждого штата отправляются представители и уже финально отдают свой голос. Как я уже сказал, есть разделение по штатам, то есть не у всех штатов равное количество голосов. То есть сейчас это 538 голосов, которые распределяются по штатам в зависимости от населения. Да, есть крупные штаты, где может быть там 38 представителей, есть штаты небольшие, где по 3-4 представителя голосуют. И для того, чтобы победить финально, нужно набрать как минимум 270 голосов. Соответственно, вот к этому и будут стремиться наши кандидаты, о которых мы будем говорить сегодня. Еще очень важный момент. Система выборов в США строится таким образом, что есть штаты, которые голосуют практически постоянно за республиканцев и практически постоянно за демократов. За республиканцев это 22 штата, за демократов это 15 штатов в США. Если посмотреть по количеству людей, то разница на самом деле не очень большая. За республиканцев это по количеству людей, по количеству населения 132 миллиона человек, по количеству демократов это 120 миллионов человек. И как раз сама борьба разворачивается между теми штатами, которые имеют такой статус, как неопределившихся. Вот как раз на прошлых выборах, и об этом мы тоже говорили на вебинаре с Александром Элдером, который был в прошлом месяце, то, что стратегия Трампа на прошлых его выборах как раз была ориентирована на то, что он бил по тем штатам, которые не определились. А Хилари Клинтон фактически распылялась по всем штатам и не добрала для себя как раз нужных голосов. Поэтому и сейчас как раз вот эта предвыборная гонка будет направлена на то, чтобы получить те голоса тех штатов, которые могут довольно-таки быстро поменять свое решение. Система довольно-таки интересная. Пока ее менять не собираются. Возможно, в будущем какие-то изменения не последуют. Но пока она действует вот таким образом. Я думаю, что здесь я максимально подробно рассказал, как это будет происходить. Теперь давайте поговорим уже непосредственно о статистике. Фуат, здесь я готов уже передать слово тебе. Может быть, есть у вас что-то еще добавить из таких ключевых моментов, которые хотелось бы донести до наших слушателей? Да, я в эфире. Возможно, у меня выключатся камеры неожиданно, потому что аккумулятор совсем минимальный, хотя я его зарядил. Не знаю почему. Ну ладно. Ну что у тебя сегодня там? Все астероиды летят просто в Испанию. Да, вот посылка пришла неожиданно. Я в самом начале пошел дверь открывать. Там лифт ремонтируют у мастера. Много бед. И вот аккумулятор я только что провел 3%. Но я подключил питание, не знаю, работы ли нет. Ну, в общем-то, важен звук. И вот у меня отличный звук. Наверное, вы слышите меня отлично. Роман, слайд, да, наверное, я включу. Ну вот сейчас перед тобой должен быть слайд. Так, да, отлично. И ты будешь регулировать, да, переключать и модерировать. Отлично. Итак, смотрите, с чего мы начнем. Все очень просто. Нужно, чтобы понять, что будет происходить, возможно, в будущем, нужно хотя бы посмотреть на прошлое. Если в прошлом статистика нам дает какие-то более-менее уверенные результаты, то мы будем склоняться к этой версии, нежели к обратной. Но, конечно, 100% ничего нет. И точно не надо на эти цифры, на статистику смотреть, как на нечто прям точное, уверенно следовать этим статистическим параметрам. Итак, посмотрите, рецессия. У нас сейчас рецессия во всем мире. Понятно, ковид спровоцировал эту рецессию, хотя, возможно, она началась бы и без ковида, но неважно, неважно. Давайте посмотрим, что происходило во время других рецессий. Оказывается, рецессия не обязательно обвал на рынке акций. То есть краткосрочно, конечно, они падают, но это не обязательно окончание срока рецессии в отрицательной, в негативной зоне. Очень часто, частенько, давайте посмотрим, бывало так, что S&P с момента начала рецессии до ее окончания успевал выйти в большой плюс. Да, именно в большой, например, вот 16% в 45-м году. Ну ладно, вы скажете, это было давно и неправда. Давайте пройдемся по самым крупным, по самым худшим результатам. Оказывается, предпоследняя рецессия, предпоследний кризис 2008 года хуже всего сказался на рынке. 37% потерял индекс S&P, и рецессия длилась аж 18 месяцев. Ну вот сейчас эта статистика была на июль. К сожалению, не каждый день такие цифры публикуют. На июль 10% мы уже имели плюса. То есть, хотя с июля S&P вырос не так сильно, пускай будет сейчас 12-16, я не знаю, 18. То есть даже до окончания рецессии, она еще не закончилась, рабочие места пока еще не восстановились полностью. 20 миллионов, вы знаете, потеря была рабочих мест. ВВП еще не вышел на те уровни, которые были. Но не успев закончиться рецессии, фондовый рынок уже вышел хороший плюс. Я думаю, это рекорд по темпам восстановления. Никогда еще не было такого, чтобы рынок упал и отжался так быстро, как это происходило сейчас. Но давайте смотреть на средние цифры, потому что отдельные параметры 37 минуса, 16 плюса. Это очень большой разброс. Давайте посмотрим на среднюю. Ну, 1,3%. То есть, посмотрите, даже в среднем рецессия не может сильно уронить фондовый рынок. Но что такое средняя? Это средняя по больнице. Это как в зарплатах. Зарплата министра и зарплата, допустим, работников в сфере клининга. Это все-таки не одно и то же. И средняя цифра похожа на то, что я съел капусту, вы съели мясо, а вместе мы съели голубцы. Поэтому надо обращать внимание на что? На медианные цифры. Это вот ровно средний параметр. То есть, если взять 10 случаев, то в 5 из них было больше 5,7%, в 5 из них меньше 5,7%. И вот отдельные случаи типа минус 37% не сильно влияют на эти медианные показатели. То есть, рецессия не обязательно обвал рынков до конца рецессии. Вначале это обвал. Ну, я думаю, здесь все понятно. Давайте перейдем дальше. Много у меня слайдов. Я буду быстро говорить. Но я и так-то быстро говорю все время. Откат. Вот действительно ли медвежий рынок, да, сильно, это сильный откат, отскок или нет? Ну, давайте посмотрим все рецессии. Bull market peak и beer market bottom. То есть, от пика ко дну сколько месяцев шло. Ну, вот последний с февраля до марта всего один месяц потребовался на то, чтобы рынку с пика упасть до дна. Всего один месяц. Но посмотрите на цифру 33. Она не слабая. Это не 22, не 21, не 27. Ну, средняя такая, ровно медианная. Но никогда еще рынок не откатывался от пика своего ко дну за один месяц. Было 3 в 87 году. Кстати, история про 87 год. А в этот год все аналитики тоже, это, кстати, октябрь месяц был, 19 октября, черный что, пятница, вторник, я в днях недели путаюсь, какой-то день недели был черным, то ли понедельник, а может даже четверг. Но точно не суббота, не воскресенье, да, однозначно не суббота, не воскресенье. Так вот в этот день, знаете, такой банк Goldman Sachs, известный такой, прям их называют финансовая мафия, такие молодцы ребята. У них был аналитик Эбби Коин, ну, это женщина. А в то время женщины на Уолл-стрит были таким редким гостем, все были мужчины, ну, и сейчас, я думаю, большинство мужчины. Знаете, девочка, вот эта вот девочка у меня на постере, знаете, эта девочка Fairless Girl, эта девочка бесстрашная девочка, эта скульптура прямо на Уолл-стрит стоит, посвящена она как раз тому, что Уолл-стрит мужской, а вот эта девочка кидает вызов, феминистический вызов, но неважно. Эбби Коин, в отличие от многих аналитиков, утром разослала письма всем своим клиентам. Не, как все, продавайте, паника, выходите. Нет, она написала, это шанс, покупайте, это очень хороший шанс. И как она была права? Как она была права акции восстановить? Посмотрите, это был рекорд на тот момент. 3 месяца от пика к 1, и потом восстановление, хотя всего 15%. Окей? А у нас сейчас уже 50% было, когда этот отчет был 8, 11, 20, 11 августа. Уже 11 августа от 1 прибавили довольно нехило. Так что вот так, вот вам и коррекции. Видите, всегда рынки восстанавливались неплохо, а в этот раз уж они хорошо отжались. Это, кстати, нехороший фактор. То есть мы сейчас, я бы сейчас не был таким оптимистом хотя бы вот из-за этого фактора. Прям мега оптимистом, да? Потому что, смотрите, мы уже прибавили не сильно. Окей. Больше, чем медианная, 13. Давайте посмотрим, какие бычьи рынки считаются прям мега бычьими, космическими. Может быть, наши 50% это просто совсем ничего. Может быть. Вот, медвежий дно. Медвежье дно и пик. Следующий пик. Не предыдущий, как мы сейчас рассматривали, а следующий пик. Сколько месяцев понадобилось от медвежьего дна уйти к бычьему пику? Сколько прибавил S&P? Ну, давайте найдем максимальную-максимальную величину. 417% в 90-й год. Не знаю, 9-й год в 400. Но учтите, это за долгие периоды. Это за 131 месяц, за 114 месяцев. Видите, да? Рекордным в пересчете на годовую величину был все-таки период после Великой депрессии. 1932 год. За 3 с лишним месяца рынки прибавили 111%, а это в годовом перечислении довольно много. Analyzed это в годовом. Рекорд принадлежит тоже. 3-4... О, нет. Все 5 рекордов принадлежат периоду после Великой депрессии. Бурный просто рост. Ну, еще после такой паники еще бы им не расти. Доу Джонс там, по-моему, 80% просел, да? Или очень много. Что у нас сейчас? Вот он. 3-23-20-й год. Последняя строчка. 5 месяцев. Ну, на тот момент, на 28 августа. 5 месяцев. Кстати, сейчас мы там же примерно. 5 месяцев рынки росли. Прибавили 56%. А в годовом исчислении это 182%. Какой результат по величине? Раз, два, третий. Представляете? За 100-летнюю историю в годовом исчислении S&P от 1 прибавил. Третий по величине результат 182%. Лучше, круче было только Великую депрессию 2 раза. 2 раза. Кстати, аккумулятор не выключается. Значит, внешний аккумулятор, который я подключил, работает. Отлично. Ну, вы будете меня видеть, а я вас нет, кстати. Хорошо, идем дальше. Идем дальше. Что у нас там по статистике? Да, пока у нас, резюмирую, пока вкратце мы можем сказать вот что. У нас мегабычий рынок. Именно отскок этого рынка такой мегаоптимистический, мегабычий. Хорошо. 5 месяцев мы растем. Вот к текущему моменту, 31 августа. Ну, как бы такая статистика, как я сказал, не каждый день публикуется. 31 августа 5 месяцев подряд мы росли. Сентябрь не был месяцем роста. Ну, там он по нулям немножко был. А что обычно происходит дальше? В следующие 3 месяца, 6 месяцев и год. Посмотрите на год. Это же фантастика. Когда 5 месяцев подряд рынки растут, они целый год растут. Почти. Один раз в 72-м году что-то пошло не так. 3 месяца не такие однозначные. Да, там иногда бывают провалы. Следующие 3 месяца не обязательно хорошие. 6 месяцев так себе средненько. А вот 12 месяцев очень хорошие. Единственное, давайте добавим, это не просто 5 месяцев роста. Это 5 месяцев роста предвыборного, не предвыборного, а выборного, что ли, правильно будет по-русски сказать, года выборов. Вот, так что тут немножко может отличаться. Наверняка там где-то есть статистика по году выборов, не наверняка, а точно. И просто скажем, если 5 месяцев подряд акции S&P растет, то в следующий год он будет еще выше, насколько? 12 в среднем, медианное 11%. Хорошая цифра. И 25 месяцев из там 50 он... А, в 25 случаях он был выше 26. А, из 26. Стоп, из 26. Просто у меня курсор закрывает, я не вижу иногда. То есть 95% случаев, ну, видите, один всего отрицательный, он был положительный. Хорошая статистика, я думаю. Как бы мы ни говорили, год выборов, история не повторяется иногда, или прошлое не отвечает за будущее, все-таки 95%. То есть, что бы я сказал на эту тему? Ребята, когда 5 месяцев подряд на рынок приходят быки, прям топчут, топчут по этому рынку, бегут по нему, то, скорее всего, они не так быстро развернутся. Чтобы они быстро развернулись, уйти, нужен какой-то сильный повод. Ну, например, я захожу немного, забегая в будущее, например, там Трамп не признает выборы. Кстати, есть такой риск, и, наверное, об этом мы в конце будем говорить. Хорошо, у меня еще, наверное, минут 10, да, есть, Роман? Давай дальше. Так, что значит хороший третий квартал? Значит ли это, что четвертый квартал тоже будет хорошим? Ну, мы уже видели похожие цифры предыдущим, в предыдущей статистике, говоря о трех месяцах, о шести, но вот квартал к кварталу – это просто сказка. Посмотрите, ни одного случая, когда мы падали в четвертом квартале, если третий квартал хороший, а третий квартал хороший, не почти всегда, а всегда 8% в среднем ожидаем к четвертому кварталу. Возможно, единственное надо учесть, возможно, в эти годы… Сейчас, это выборный год? Нет, это просто год. Возможно, в эти годы не было… А почему взяли отдельные годы, кстати? Почему взятых несколько лет? Видимо, это самые лучшие. A big third quarter could be bought well for the fourth quarter. Ну да, не все возможно, а в этих годах нет выборного. Ну вот видите, 16-й был Трамп выборы, 8-й этих годов здесь нет. Поэтому нужно делать небольшую скидочку на то, что, может быть, что-то будет немножко не так, как здесь, потому что этот год особенный. Ладно, идем дальше. Уже побыстрее будем двигаться. Ну и давайте посмотрим, лучший квартал какой был вообще исторически, какие космические данные мы имели, если рынок идет вверх. С 98-го года этот квартал лучший. Ну вот возьмите цифры сейчас, 20%, видите, 20-й год. Лучше было один раз в 87-м и один раз в 98-м. Ну если взять 98-го, целых 22 года такой истории не было. Ну я подозреваю, почему. Мы же резко упали, вот и резко отскочили. Ну и есть несколько факторов, которым этот вебинар не посвящен. Это наличие огромного количества свободных денег на рынке, наличие ребят, которые с телефона торгуют. Мы их называем миллениалы, да. Ну не мы все их называют миллениалы, я их особенно люблю. Это ребята, которые безбашенные. Они не смотрят вот такие вебинары, как мы с вами. Они открывают телефон, смотрят в Инстаграме мемы какие-то смешные, и услышав, что Тесла будет расти, начинают покупать Теслу. То есть такая безбашенная аудитория. Ребят, может книжки пора читать, а Баффета послушать, я не знаю, нас с вами, да. Тут три человека сидят, хотя бы послушали бы нас, а то безбашенно сидят. А потом удивляются, почему они потеряли деньги. Ладно, мы сейчас немиллениалам посвящаем наш вебинар. Идем дальше. Вот посмотрите в цифрах квартальный, именно в год президентских выборов. Вот уже статистика пошла конкретно по выборам. Я немножко сделал вступление по поводу вообще, да, рынков. И теперь давайте посмотрим, что насчет года выборов. Итак, первый квартал года выборов обычно с 50-го года рынки 1,4. Второй квартал года выборов уже побольше. Четвертый квартал года выборов самый лучший из всех. Видите? Он в 40% случаев выше и в среднем дает 2%. Ну, как бы, а не в 40, извините, в 80, вот точка здесь. Он самый лучший и по вероятности, и по уровню. То есть, если с выборами все ок, то ура, вперед, новогоднее ралли, послевыборное ралли, как угодно, трамповское ралли, я не знаю, байденовское ралли, как угодно. Но как бы не спешите с выводами, это не значит, что мы говорим, что точно будет вверх, потому что здесь есть нюансы. Но в любом случае статистика нам говорит вот о чем. Худший момент, давайте, раз уж мы говорим о выборах, еще и поговорим о том, какие месяцы худшие. Худший момент – это второй год, второй квартал. Вот запомните, запомните, этот месяц, этот квартал, точнее, самый худший. В этот квартал обычно рынки падают. Возможно, это связано, вот есть такие промежуточные выборы, возможно, это подготовка к каким-то промежуточным. Может быть, может быть, но вот история показывает, что этот месяц, этот квартал самый худший. Ну и самый лучший вообще, не выборного года, а вообще лучший – это третий год, предвыборный год. Первый квартал обычно 7% в бах рынки растут, и, наверное, лучшее время покупать. Кстати, оно будет еще не скоро, да, если сейчас год выборный закончится. Следующий, немножечко, Роман, забежим, да, вперед. Следующий год будет первый год нового президента. Первый квартал тоже отрицательный. Кстати, один из двух отрицательных кварталов, да, в четырехлетнем периоде, там 16, вот один из двух отрицательных. А вот второй можно покупать. То есть где-то в феврале, в марте, зимой можно закупаться. Ну, это шутка, конечно, исторические данные не обязательно приводят к будущим прибылям. Окей, идем дальше. Ну, и, как я говорил, у нас уже цифры были, исторически четвертый квартал самый лучший, но не обязательно выборной, да, здесь речь идет вообще о четвертом квартале. 3,9% в среднем, и вероятность того, что вы будете в плюсе, ни на 3, ни на 2, ни на 10, вообще в плюсе, 78,6, почти 80%, очень высокая вероятность. Ну, вот то, что мы называем как новогоднее ралли. Помните, есть такое выражение, те, кто смотрит РБК, я уже давно не смотрю, но там постоянно говорили о новогоднем ралли. Окей, идем дальше. То есть вроде хороший период. А давайте посмотрим, что с рынками происходило в мире, в мире, в сентябре, уже ближе к делу от квартала, переходим, сначала мы говорили о годах, о рецессиях, потом ушли ближе, уже к выборным кварталам, а теперь просто сентябрь. S&P показал небольшой минус, 3,8, но он не единственный, кто показал минус. Посмотрите, все в минусе были. Другие индексы, NASDAQ вообще на 5% просел, Russell, мелкие компании тоже упали, ну и вот Emerging Markets, развивающиеся рынки, оказались меньше всего минусе. Рынок полюбил, недооценку какую-то почувствовал и хлынула толпа инвесторов туда. И вот упали они меньше всего. Но с начала года NASDAQ, посмотрите, 25 почти процентов. Ну, не страшно упасть на 5, когда ты вырос на 25, да? А развивающиеся рынки, посмотрите, 0,9 в минусе все еще, даже несмотря на то, что они потеряли мало. Может, поэтому они и потеряли мало, как бы они и так в минусе. Так, идем дальше. Что у нас еще? И вот посмотрите, какие индустрии в третьем квартале росли. Все, почти все, кроме Energy, 20% рухнули в третьем квартале, хотя цены на нефть стояли на месте, ничего такого не произошло. Но вот Energy упал на… Там не только нефть, там и газ, там все остальное. А вот потребительские всякие товары, сырье, materials, промышленные товары, технологии. Странно, что технологии на четвертом месте. Я ожидал, раз NASDAQ так сильно прибавляет, но он в третьем квартале, да, был слабее, чем предыдущий. Так, я смотрю в чат, Карина пишет, что мы вас слушаем. Отлично, слушайте, спасибо, и я в курсе, что вы слушаете. И это, собственно, цель вебинара, чтобы все слушали. Давайте дальше, давайте дальше. Что мы видим? Как вы думаете, если все так хорошо, акции перекуплены? Вообще такая есть, как сказать, формула, что ли, такая есть тема. Это 50-дневная и 200-дневная moving average. Вот здесь видите самая большая разница между ними. Что значит разница между ними? Это когда краткосрочный рынок, 50-дневный moving, убегает слишком сильно вперед по сравнению со своим долгосрочным трендом. Вот как раз та ситуация. Значит, значит ли это, что рынок перекуплен? Раз. Так, Виталий пишет, что… Секунду, я отвлекусь на чат. Виталий пишет, что мы кидаем монету в 10 раз подряд, выпал орел, какова вероятность того, что в следующий раз выпадет орел? А, это не та ситуация, Виталий. Вы сейчас говорите не о том, не о случаях, которые не связаны друг с другом. Вот кидаем монету, это не связанные случаи. Монета, она как бы имеет 50-процентную вероятность. Вообще не связан случай прошлый, следующий. Я могу хоть 100 раз кидать монету. Поэтому там мы говорим об одной вероятности. А здесь есть корреляции и тренды. То есть, возможно, в четвертом квартале рынки, инвесторы думают, о, новогоднее ралли, дай-ка прикуплю. О, посмотрите на истории. Все время мне еще там дед рассказывал, что все время мы в декабре растем. А что это мне не купить, если дед покупал, отец покупал, и я куплю. Я утрирую, конечно. Ну и, наконец, я заказал на Амазоне кучу товаров. А что это я туплю, не покупаю акции этих компаний. Я и акции Амазон куплю, и куплю то, что мне привезли с Амазона. Поэтому здесь не совсем то, о чем вы говорите. Я понимаю, математически 10 раз кинув. Может быть, вы даже еще скажете, что вы Мартингейлом торгуете. Нет, не дай бог, не дай бог, не пишите такое, разочаруйте меня. Мартингейлом не надо торговать на рынке. То есть, каждое следующее будет больше вероятности. Окей, возвращаемся. Посмотрите, что если 50-дневная отошла сильно от 200-дневной, значит ли это пузырь? А давайте посмотрим. Смотрите, какая разница сейчас между этими… Ну, не сейчас, да, а 11.06. Ну, то есть, уже когда отошел сильно мувинг. 52%. Один из самых высоких показателей. Посмотрите. Ну, 77% было в девятом, когда отскочили, и долгий краткосрочный рынок отошел до срочного сильно. 52% тоже немало. Тоже немало. А что было до этого? До этого месяц так себе 50 на 50, даже хуже, скажу больше, 40% вероятность. Трехмесячный период, 3 месяца 60, 6 месяцев 80 и 12 месяцев 100% рынки отыгрывают. То есть, вот этот бычий напор, бычье движение, ну, почти всегда, когда, 50-дневный, ну, все знают, что такое мувинг, да, наверное, не надо говорить. О, кстати, у нас участников все больше и больше, 37, да, общая, 33 участника без нас. Так вот, почти всегда через год такая разница в мувингах дает хороший прирост. И минимальная цифра, которую можно было заработать, была в девятом году 21%. Не через три, не через один, не через шесть. Самая лучшая цифра через 12. Вот такая статистика, наверное, цифры не ошибаются, но, опять же, год у нас особенный. Трамп может начудить, он может не признать итоги выборов, и вообще там может быть огонь. Хорошо, идем дальше. У нас осталось где-то, наверное, штук шесть слайдов. Я быстро закончу, буквально три минуты, и все, потому что вот спикеры ждут меня, наверное. Давайте посмотрим, что происходит с рынками. Могут ли они угадать, кто будет следующим президентом? Ну, тут все очевидно, много времени тратить не будем. Когда вот S&P, здесь данные по S&P, вот третья даграфа, за три месяца до выборов, если в ноябре выборы, октябрь, сентябрь, в августе, показывают какую-то динамику. И посмотрите, no, 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 три раза, песня прям, no, 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 три раза, в остальном yes. То есть индекс вверх, президент выигрывает. Индекс вниз, то президент проигрывает, который идет на перевыборы, так я понимаю, да, predict who will win in November, окей? Вот так, а, или будет тот же, тот же спикер. Ну, опять же, это текущая ситуация, ну, совсем не такая, come on, совсем не такая. Тут ковид, тут масса всего, я думаю, сейчас нервишки у, как их назвать, электората подпорчены сильно, и нервишки у Дональда Трампа тоже сильно подпорчены. Давай, Роман, дальше, я уже ускорюсь, совсем ускорюсь. Давай это пропустим, мы об этом уже говорили, это выборка более конкретная. Ну и, наконец, Конгресс, что в Конгрессе, что, какой президент. Смотрите, что показывает СНП с 50-го года, если президент демократ и, хотел сказать, в Думе, и в Конгрессе демократ, 13%, президент демократ, там сидят республиканцы, Конгресс и Сенат, да, 18%, и, наконец, Конгресс и Сенат смешаны, и президент демократ, 15%. Ну, везде положительная динамика, на самом деле, но худшее, худшее, это когда президент-республиканец, то есть Трамп, и там сидят демократы. Вот смотрите, в этот раз было смешано, так я понимаю, нет, я точно не скажу сейчас, и показали 17%, то есть почти один из лучших результатов. Кстати, да, период Трампа был одним из лучших. Так, я вопрос, почему никто не рассматривает ситуацию, когда Трамп побеждает, а Байден не признает выборы? Максим, да, кстати, может и так быть, но я все-таки надеюсь, Байден более вменяемый, более адекватный, чтобы не признавать выборы, которые в Америке столько лет подряд все признавали. Ну и, наконец, скорость на пределе. А, Богдан пишет, ну, Богдан, да, я извиняюсь, я не могу медленно говорить, я-то могу медленно говорить, просто мы других спикеров тоже должны дождаться, и чтобы время не стекло. Хотя, Роман, наверное, мы же не ровно через час прям закроемся, вырубят свет, интернет, и нас всех выгонят, да? Наверное, 5-10 минут можем посидеть. В принципе, можем дать тебе полтора часа, сами пойдем. Да, вот, видишь, уже пошел троллинг, троллинг пошел уже, пошли жалобы, хорошо, я понял, намек, я понял. Скорость, тем более, пишут на пределе, но я немножко добавлю. Так, ну и, собственно, та же ситуация, но уже разделенная на три части уже по Конгрессу, давай пропустим, а то сейчас троллить начнут. Идем дальше, то же самое, идем дальше, пропустим. Ну и, наконец, если президент идет на перевыборы, что происходит с S&P? В четвертый год, да, Е4, ну, в общем-то, рынок очень позитивно на это тоже смотрит. Сейчас президент идет на перевыборы, если Трамп победит, я думаю, рынкам это понравится. А вот Байден немножко под вопросом. Хотя скажу, забегая вперед, то, что по Байдену сейчас происходит, это, кстати, ситуация немножко рассасывается, улучшается. Вот в первые 2-3 месяца, когда мы только узнали, что Байден будет прямым конкурентом, то рынки боялись Байдена, не понимали, была немножко растерянность. Ну, Трамп-то все понимают, он для рынков выгоден. Налоги снижает, популист, ставки снижает, все хорошо, напечатает кучу денег. Рынкам нравится такой президент, даже если он немножечко уступает в адекватности. Я не сказал, что Трамп уступает, но даже если бы он уступал. Так что, а сейчас по Байдену ситуация более-менее понятная. Это такой спокойный кандидат, который как танк прет и идет вперед. Хорошо, давайте дальше, давайте дальше. Ну и, наконец, последний слайд, последний слайд, надеюсь, что происходит в выборах. Вот просто графически посмотрите, просто выборы, серая шкала. И выборы, когда президент на реэлекшн, на перевыборы идет. Вот уже получше ситуация. Почему мы не про Трампа сейчас говорим? Потому что на перевыборах ситуация понятная. Это, как говорят, продолжение курса линии партии. А когда не идет, это уже неопределенность, какая-никакая. Даже если следующий президент вам очень нравится, рынки могут усомниться, а что с налогами, а что со ставкой и так далее. Ну, это очевидная картинка. Ну, и если у меня нет больше слайдов, то я вернусь. А, есть. Ну, собственно, вот в сентябре что происходит. И, наверное, следующий график будет в октябре. Кстати, правильный был график. Сентябрь упал, четвертый год. Видите, предыдущий сентябрь был действительно таким. Да, вот маленькое снижение 3%. Ну, там не 3 сейчас, на самом деле. Сейчас 3, а там было не 3. Там поменьше было. Ну, и октябрь. Будьте готовы. Election years. Год, зеленая линия. В среднем с 50-го года рынки падают. А если уж кто-то их не признает, то представляю, что может быть. Ну, и, собственно, все. Все. Я закончил. Наверное, Роман, у нас будет еще дискуссия в конце. Да, все вместе. Ну, я бы тебя хотел попросить резюмировать все то, что ты сказал, буквально в 30 секунд. Окей. Все эти слайды, которые прошлись. Да, камера у меня вырубилась. Смотрите. Значит, мы видели очень хорошую позитивную динамику по годам. Даже без выборов. По месяцам, по кварталу четвертому. Даже без выборов. Ралли, в общем-то, сейчас вполне нормальная ситуация в прошлые годы. Но мы также увидели мощный приток денег, быков, которые уже откупили часть этого ралли. Хотя статистика нам говорит, ребята, не переживайте. Ну и что, что откупили часть ралли? Ведь через год, не через три месяца, через шесть, через год почти всегда рынки были позитивны. Поэтому не переживайте, что у нас темпы роста от одна были серьезными. Но еще один фактор, помимо темпов роста, выборы. Нам статистика говорит, что, конечно, хорошо бы было, если бы Трамп пошел на перевыборы и выиграл. Рынки бы не сильно разочаровались. Но Трамп столько всего наделал в этот период бед, наделал всего. Ну, например, тот же коронавирус. Он не справился так хорошо, как справились, я не знаю, какие-то другие страны, не такие великие державы. Он не признавал, потом вообще вчера в Белом доме взял, снял маску. Нет бы посидеть немножко в кабинете, поиграть в Тетрис. Нет, он, видите ли, рвется в бой. Дальше, помимо выборов, масса всего, включая его обещание не признавать выборы. Сейчас, вы знаете, электронные будут выборы большей частью. То есть не в бюллетене, в урны, а, так сказать, дистанционно, по почте. Это тоже фактор, который может Трампа подтолкнуть на то, чтобы сказать, ой, ребят, знаете, вы там что-то подделали на почте. Вот почту контролирует там демократ, и, в общем, я не верю ему. Таких факторов очень много. Так что реэлекшн так называемого Трампа и его проигрыш, мало того, как таковой уже фактор не очень позитивный, так еще и чреват какими-то последствиями типа непризнания. Ну и особенно на фоне сильного роста, на фоне ковида. Сегодня Джонсон и Джонсон, кстати, заявила, что вакцина они приостановили. Это, правда, одна из компаний-разработчиков, но все же. Так что вот такая очень большая клубок такой большой неопределенности, он есть. И поэтому не надо слишком оптимистично смотреть на все эти цифры и говорить о новогоднем ралле. Вот так. Спасибо большое, Фуат. Я вижу, что Виталий уже немножко заждался своей части, поэтому, Виталий, принимай микрофон. Спасибо большое, Роман. Но Виталий не заждался, потому что мне оставил предыдущий спикер всего две минуты и половину моих слайдов уже сказал, поэтому, в принципе, мой рассказ был краткий. Я шучу, конечно. Честно, никто ничего не знает. То есть мы это должны с вами конкретно признать. И вот даже Фуат сейчас нам раскинул много карт за последние 100 плюс лохматых лет. и все выглядит логично. Все выглядит так, как будто нам шепчет рынок. Ребята, втыкайте деньги, в любом случае мы растем, так или иначе, в крит, в кость. Ну вот свои там проценты я вам дам, да. Но мы с вами, как трейдеры, как инвесторы, должны понять, понять, что, конечно, сейчас новое время, новый рынок, много очень таких подводных камней. Часть из них мы сегодня также с вами посмотрим. Если говорить про основные сценарии, то я думаю, что их можно выделить только три. Почему-то никто действительно не думает, что выиграет Трамп, и Байден будет оспаривать. Такого варианта просто нету, да, его нигде нету. Но три основных варианта, естественно, да, это победа Трампа, победа Байдена. И третий вариант, который, забегая вперед, я скажу, самый сейчас более вероятный, что все-таки Байден побеждает, опережает Трампа. Но Трамп, как и обещал, начинает говорить, так, это все ерунда. И вот этот процесс затягивается на месяц, на полтора. В принципе, у нас был такой прецедент, насколько я помню, Буш и вот второй президент, которого никто не помнит, как его звали. Была такая возня, да, на месяц затянулась, и рынки это очень нервировало. Как звали этого президента? Гор? Гор, Гор. Альберт Гор. Да, я помню, что, да, был даже в КВН такая шутка. Я еще тогда смотрел КВН, я был моложе на много лет. Там было, что вот, типа, дураки-американцы не могут отгадать имя своего президента, а там всего три буквы, да, из трех букв не могут Буш и Гор, не могут выбрать. Я извиняюсь, а я работал в компании, где было очень много представителей евреев, и они очень переживали и хотели, чтобы Гор был избран, и я узнал, что он еврей. Вот. Ну, да, такая интересная история. Суть в чем? В том, что, безусловно, мы сейчас не будем здесь карты раскидывать, кости раскидывать и гадать 30% за то, 20% за то. Скажем так, что если вы спросите меня, и честно, я все-таки ставлю больше шансов именно на третий вариант, тем более вот предварительные такие опросы, показывают на 12 число, да, вот уже более даже свежие, что почти 52% голосуют за Байдена, за Демократа, да, и порядка только 42, 41,6% за мессия Трампа. И это уже показательно, то есть достаточно большой разрыв, вот эти 10-10,5%, и этот разрыв, если мы посмотрим у правого края графика, то мы видим, что этот разрыв, эта дивергенция, она ускоряется, и вот от средних значений там монетки 50 на 50 мы уже все-таки двигаемся в такую конкретную сторону в пользу демократов. Естественно, будет Трампа спаривать, он об этом уже заявил, и здесь есть вот этот как раз вариант такой, что порядка 60% голосов, да, ну вот будет вот в этом голосовании, оно будет именно удаленно по почте, да, по e-mail, и, конечно же, Трамп может легко сказать, что все подтасовали, он заслуженный президент, и самое, что здесь, какая проблема, нам на самом деле, как вот спикер выше сказал, нам, ну, практически по барабану, кто из них будет, ну, вот если так, на дистанции взять, в долгосрочной перспективе, хотя мы обсудим основные ключики, почему лучше, чтобы тот, или лучше, чтобы тот для кого-то, но вот этот момент неопределенности, вот эта возня, которая может затянуться с переизбранием или с оспариванием выборов, там, месяца на полтора, а плюс еще COVID, а плюс, там, я не знаю, куда-нибудь нефть улетит, там, на 30, условно, да, то есть много опять может вспыхнуть таких факторов, а-ля, там, вот, март, и может тогда быть очень рубленные резкие движения. Если мы посмотрим, что лучше именно для рынка, если мы говорим про Трампа, здесь не так много сейчас вариантов, плюсов, почему, потому что все знают уже, действительно, что и кто такой Трамп, что он делает, как он строит свою политику, сейчас рынок, так как рынок является таким накаченным стероидами, таким старым наркоманом, ему вкачивают постоянно по несколько триллионов и сейчас ждут этих стимулов, ждут вот этой ликвидности, здесь у меня написано вот один триллион долларов, но сейчас более свежая уже информация прилетела к нам по почте и там говорится, что сейчас рассматривается уже 1,8 примерно триллиона со стороны республиканцев, да. При этом все понимают, что будет продлеваться вот эта мягкая налоговая политика, которая дала всем, ну, скажем так, IT-гигантам, всем большим корпорациям, дала вздохнуть и скостили им очень значительную часть на налогах, что пошло, естественно, в прибыль, да, от чего выиграл и фондовый рынок, от чего выиграли многие акционеры, кто инвестирует в компании американские, поэтому это позитив, но это уже в ценах, это все уже знали, проходили и все понятно, да. Так как нас большое количество людей смотрит, я думаю, из Российской Федерации, кто, кстати, из Российской Федерации, поставьте плюсик, или, может быть, вы не из Российской Федерации, а из Эстонии или Испании, вы тоже можете плюсик поставить, будет понятно и интересно. Но кратко скажу про Российскую Федерацию, так как я нахожусь в Санкт-Петербурге, и многие нас смотрят именно кто в рублевой зоне, скажем так, мы должны с вами понимать, что Трамп, как вот когда Трамп 4 года назад выиграл, все кричали «Трамп наш!», я еще тогда жил за границей, и так это был забавный такой слоган, но это действительно было так, потому что Хилари Клинтон как-то вот совсем Россию не взлюбила, и там такие вещи, так хотели закрутить гайки, и такие были лозунги, обещания, и попахивало уже какой-то такой войной действительно, не просто торговой, а может быть даже в каких-то аспектах настоящей войной. Поэтому победа Трампа для России это все-таки позитив, это стабильность, это примерно те же отношения, не будут сниматься санкции с определенных стран, о этих подводных камнях мы поговорим через один-два слайда, и в целом тогда Россия-матушка будет чувствовать себя не хуже, чем сейчас, хотя если это можно назвать хуже или лучше. Ну давайте дальше об этом еще поговорим. Что касается старины Байдена, здесь все сначала было очень так туманно, сейчас становится все более ясно, и действительно рынок как будто бы и многие финансисты, многие крупные фонды закладываются, что действительно Байден становится уже из темной лошадки, становится позитивом для рынка. Первое, это стимулирующие меры на 3,5 триллиона обсуждается, то есть это даже в самом крайнем случае, это в два раза больше готовы напечатать денег, чем республиканцы, и просто залить этой ликвидностью рынок, что безусловно, как для рынка, мы сказали выше, как для старого наркомана, если доза в два раза больше, и она пока что не смертельна, то это, наверное, будет интереснее и мультики будут показывать ярче. Поэтому 3,5 триллиона – это большой плюс в сторону Джо Байдена. Жесткая налоговая политика и борьба с монополиями, здесь это можно объединить. Да, Байден сказал, что он будет поднимать вновь налоги, я вот забыл цифру, 28% или сколько, может, меня поправят из наших спикеров. По-моему, до 28 или даже до 30 с чем-то будут опять подниматься для корпорации, хотя многие начали говорить, вот Google, Facebook, Microsoft сразу будет получать по голове палкой, но недавно мне попалась информация, что, как-то не парадоксально, но те же самые гиганты, эти гиганты типа Google, Microsoft и так далее, они являются спонсорами предвыборной компании Байдена. Поэтому не все так здесь однонаправленно, а скорее всего даже, видимо, коррупция есть везде. То есть многие привыкли, что в странах СНГ, в России, в наших странах, не будем пальцем показывать, большой уровень коррупции. Но в Штатах это также просто более красиво, более завуалировано, скажем так. И я думаю, что с одной стороны, вот Байден кидает такие предвыборные лозунги, дабы склонить на свою сторону многих бедных избирателей, да, типа вот сейчас раскулачим, раздадим все вам, ребята, вот еще вам 3,5 триллиона, только проголосуйте. Но, безусловно, даже он столько лет где-то у власти, да, в кабинетах, он умеет договариваться, он знает, как получать откаты своего рода, поэтому я думаю, что они с условным гуглом договорятся. И вот это крестовый поход на монополию, это так, лишь предвыборный лозунг, да. Дальше тотально важная вещь, то, что, безусловно, нет у Трампа, это что будет договор с Китаем, скорее всего. То есть вот эта пресловутая торговая война, которая в течение последнего времени все время возникает в заголовках, и периодические рынки от этого достаточно серьезно корректируются, и много здесь есть, ну, именно бизнес-сложностей, да, что, скорее всего, с Китаем будет более теплые отношения, и это также позитив для рынка, потому что в Китае, ну, мы с вами все понимаем, что это экономика номер два, если не брать там Евросоюз, да, если брать его там, да, и уже даже если взять его уже на втором месте, и может в ближайшую какой-то обозримом перспективе перегнать Штаты, поэтому Китай – это мощная машина, и если они договорятся, то это будет большой позитив для рынка. Что касается негатива для Российской Федерации, то, безусловно, ну, демократы – это вообще часто такой большой вопрос для России, тем более демократы – это всегда, они смотрят на внешние рынки, и, ну, я надеюсь, что он не будет вот эту тянуть линию, продлевать линию Хиллари Клинтон, потому что это, когда совсем плохо закончится для России, но, скорее всего, российский рубль и российский рынок в случае победы Байдена, мы не будем сейчас долго на этом останавливаться, в случае победы Байдена колоссальный будет риск для как рынка нефти, и об этом мы чуть выше поговорим, так и для российского рубля, поэтому в Российской Федерации нужно пристегнуть ремни, если увидят победу Байдена, я бы тогда точно, я и так меняю все рубли, которые приходят на доллары, и доллары инвестирую, но если победит вот этот симпатичный седовласый мужчина, то последние просто вещи, которые у меня в рублях просто тотально продаются и вкладываются в валюту. Дальше, вот важные нюансы и подводные камни, которые вы не так на поверхности, но мы с вами, да, 28% налоги, которые мы должны с вами обсудить. Еще раз напоминаю, что более 60% голосов в этот раз будут удаленные, и здесь есть риск вот этой манипуляции, есть такой момент, где сам Трамп может сыграть. Точно так же, как я считаю абсолютно, что болезнь Трампа, коронавирус за неделю заболел, где-то в бункере отсидел, и тут же без маски везде ходит с боевым видом, что это лишь маркетинговый ход, чтобы немножко, может быть, поставить какие-то определенные акценты и показать, что вот такой президент-победитель, и все у него, даже коронавирус, даже китайскую чуму он победил, и он готов на белом коне или на красном коне двигаться дальше и вести штаты за собой, да, поэтому это такой нюанс, и я думаю, что рынок уже это пережил, и уже, в принципе, не так-то страшно. Налоги до 28%, если побеждает Байден, то есть это, с одной стороны, негатив, но я думаю, что именно для топ-5-6 корпораций они это спокойно переживут. Да, немного скорректируется чистая прибыль, но эти монополии своего не отдадут, и все-таки будут сильно на котировках, я думаю, это не скажется. Ну, только ленивый не сказал про зеленую энергетику, что она будет расти при Байдене, и что нужно вкладываться в все электро, да, электро, поэтому, может быть, сегодня мы еще дальше об этом поговорим, я здесь сильно останавливаться не буду, чтобы у нас тайминг не улетел. То, о чем я сказал, главный риск, и я ставлю именно на эту неопределенность, это что результаты выборов финально мы узнаем только в декабре, может быть, к середине декабря, не знаю, к 10-му числу. Я не думаю, что до Рождества будут тянуть, вряд ли, да, но 10-е, 12-е декабря вполне может быть, поэтому будьте внимательны, и рынки, вот, условно, с 2-го, 3-го ноября по 10-е декабря могут очень быть резкие рубленные движения, может сильно их трясти, поэтому вы должны быть к этой волатильности готовы. Если вы не готовы, то лучше уменьшите свои позиции на рынке, выйдите немножко в кэш и оставьте ту величину, чтобы вам было комфортно. То есть не надо сейчас с третьим, пятым плечом брать NASDAQ на опекушке, потому что, типа, должен там в среднем расти или вкладываться в Теслу, там с пятым, десятым плечом, потому что сейчас, скорее всего, не то время, вот при входе в ноябре и в декабре. Плохие отчеты мы ждем, буквально со дня на день у нас стартуют отчеты за этот квартал, и до 3-го ноября ожидается батарея, ну, большое количество негативных отчетов, и это также может сказаться на все-таки снижении локальном, я не говорю об Аббале, да, я говорю о какой-то коррекции, о каком-то резком движении вниз, может быть, на какие-то там 5-9% в преддверии выборов и на плохих отчетах. И важный момент, который многие упускают, это сделка с Ираном при Байдене, которая очень вероятна. Почему это важно? Многие это упускают из вида. Иран у нас давно уже находится под санкциями, и вот дешевая нефть продается только на черном рынке по супердисконтам. Отчего выигрывает кто? Российская Федерация, прежде всего, да, один из бенефицаров. Если у нас Иран появляется на рынке, то это колоссальный удар по спросу на российскую нефть, и я думаю, что это один из ключевых аспектов, который приведет к падению, дальнейшему падению выручки от нефтегазового сектора в России и, соответственно, дальнейшему слабости, да, падению рубля и укреплению доллара. Вот то, что вы должны знать и делать на этой ставке. Здесь я бы хотел немного добавить, да, с точки зрения того, как может происходить реакция на различные инструменты, на различные акции. И начнем мы с индекса S&P 500. Здесь тоже важно понимать то, что Джо Байден, да, то есть он может принести пользу акциям именно реальной экономики, да, то есть мы видим, что, вот как показывал Фуат, хай-тек у нас несколько просел в последнее время, но, тем не менее, то есть главным бизнесаром роста выступали как раз хай-тек-компании. Многие компании из реального сектора на текущий момент остаются довольно-таки недооцененными и те компании, где мы можем до сих пор найти довольно-таки хорошее соотношение P-Ratio, которое, в принципе, может хорошо как раз отразиться на нашем портфеле. А, в свою очередь, Дональд Трамп, он может быть более жестким в отношении с Китаем и, то есть это, если он не станет президентом, то во время его второго срока, вероятно, это как раз отношения будут усугубляться. Ну и для индексов это тоже будет не самым оптимальным, да, то есть хотя, с одной стороны, если мы видим исторически, если побеждает, да, президент, то рынки могут продолжать расти, возможно, и будут расти не так быстро, а, возможно, мы какую-то коррекцию в этом отношении увидим. С точки зрения нефти, вот здесь тоже, как сказал уже Виталий, тоже важно понимать то, что Байден, он за зеленую энергетику, Трамп, он поддерживает также и нефтяные компании, поэтому с точки зрения победы Байдена мы можем видеть, ну, определенную коррекцию, да, определенное снижение по рынку нефти, в свою очередь победа Трампа может ее поддержать. А с точки зрения золота, здесь важно сказать то, что по отношению к монетарной политике оба кандидата пока придерживаются политики низких ставок, да, это, в принципе, их мнение, в которого они всходят, пожалуй, наверное, единственное, то есть то, что есть. Ну, а в случае победы Байдена вероятность сценария как раз коррекции на фондовом рынке, ну, и в этом случае золото как раз может выступить минимум старым ростом, если, опять же, мы увидим коррекцию. С точки зрения евро, ну, в данном случае рассматриваем валюту евро-доллар, Дональд Трамп, он поддерживал бычий рынок акций, то есть мы прекрасно видим, как акции росли, даже после той серьезной коррекции, которую мы видели в марте, рынки восстановились, то есть, в принципе, мы видим, что при Трампе рынки растут. Ну, и, соответственно, в этом случае мы видим рост евро и падение американского доллара. Для Байдена сила национальной валюты не будет в этом случае приоритетом, то есть сила американского доллара. И здесь реакция также будет зависеть от индекса S&P 500. Если резюмировать по с точки зрения евро-доллара, скорее всего, мы, если взять такое среднее значение, то мы можем увидеть продолжение, собственно, той динамики, которую мы видим последние несколько месяцев, то есть укрепление евро и снижение американского доллара. Вот тут теперь еще чуть более таких конкретных вещей, на которые стоит обратить внимание. То есть здесь уже взята статистика по компаниям, взятые, для примера, компания из различных секторов. Как раз мы пробежимся о том, как эти компании могут повлиять, точнее, победа одного из кандидатов может повлиять на действия компании и другой. Начнем с оборонной промышленности. То есть компания, для примера, взята Локит Мартин. Здесь мы понимаем, что Трамп, он довольно-таки сильно поддерживает военную промышленность, но, в принципе, все президенты-республиканцы это делают. Тем более сейчас, во время коронавируса, оборона промышленности была, ну, фактически никому не так интересна, и большинство компаний в этом секторе просели. На текущий момент остается недооцененным. Еще одна компания, а Wright & Technology, также сейчас находится на минимальных значениях. Поэтому в случае победы Трампа этот сектор может получить чуть больше рост, чем это было последний год, скажем так. Нефтяная отрасль. Здесь, например, компания Chevron, то есть Дональд Трамп поддерживает нефть, и, в свою очередь, опять же, нефтяные компании могут выиграть от его победы. Финансовый сектор. При низких процентных ставках как раз инвестиционные компании, то есть здесь мы берем банковский сектор, то есть те компании, которые также завязаны и на инвестиции, они тоже могут выигрывать от того, что больше людей приходит на рынок, больше людей инвестируют, ну и, соответственно, банковские компании также могут дополнительно получать выручку за счет новых инвесторов, которые появляются. Ну, а с точки зрения китайских компаний здесь уже не все так интересно, потому что, для примера, взятая компания Libaba, то есть в случае ухудшения как раз отношения с Китаем, такие компании могут, безусловно, пострадать. Ну, и у Трампа есть определенный зуб на действия по медицинским программам своего предшественника, Барака Обамы, и Трамп планирует провести массовое сокращение ценностей лекарств за счет Big Pharma, то есть, собственно, то, что делал Барак Обама. Поэтому, опять же, фарма-сектор здесь тоже может получить определенную просадку. Ну, и компании из пищевой отрасли, опять же, те компании, которые ведут свою торговлю с Китаем, то есть, в доле выручки, в которых Китай, безусловно, присутствует, одна из таких компаний, Арсел Денис Мидланд, которая, кстати, последние пару месяцев выросла довольно-таки неплохо, тоже могут довольно-таки пострадать от победы Трампа. Ну, и теперь для сравнения победа Байдена. В данном случае Байден будет в своей программе за то, чтобы реализовывать новые инфраструктурные проекты, и здесь могут выиграть компании, которые, например, производят оборудование, для примера, взята компания Caterpillar. Байден за зеленую энергетику. Здесь компания First Solar, то есть, это ведущий поставщик солнечной панели в США, который тоже может быть в центре внимания. То есть, сейчас, если посмотреть на график First Solar, то, опять же, рост Смарта, он довольно-таки внушительный вопрос. Если будет коррекция, то имеет смысл также рассмотреть данные возможности. Также у Трампа неоднозначное мнение насчет каннабиса, да, и всех, собственно, компаний, которые занимаются легализацией, ну, не легализацией, да, производством как раз каннабиса, и здесь он может пойти по пути экспорта каннабиса, и что приведет к слиянию и поглощениям как раз в этой отрасли. И, собственно, определенный рост в случае победы Байдена данные компании тоже могут получить. Особенно с точки зрения того, что последние несколько лет, особенно на том хайпе легализации, который был несколько лет назад, компании довольно-таки сильно просели. Ну, и нефтяные компании, да, здесь у нас ExxonMobil, также производители нефти беспокоятся, ну, по действиям Трампа, по действиям Байдена, прошу прощения, Байден планировал как раз ускорить вот этот переход на зеленую энергетику, и нефтяные компании здесь будут проседать. Facebook в данном случае как раз вопрос монополий, да, который может стоять открыто для многих компаний из технологичного сектора, ну, и компании из финансового сектора при Байдене тоже будут себя чувствовать не самым лучшим образом вообще. Ну, то есть я, с точки зрения того, что здесь мы с вами посмотрели, по крайней мере, последние два слайда, и открыть как раз вот наш последний блок, хотел бы сказать то, что, во-сюда, на мой взгляд, диверсификация, да, мы не знаем, кто победит, мы не знаем, кто придет в власть, да, мы с вами рассмотрели огромное количество сценариев, огромное количество действий, и посмотрели даже на конкретных примерах, то есть как это может быть реализовано. Конечно, вот те акции, которые мы посмотрели, важно, чтобы вы не воспринимали это как рекомендация к действию, именно конкретные акции, но то, что в данном случае нас может защитить от как раз данной волатильности, это диверсификация. По различным секторам, по различным компаниям, конечно, важно также выбирать компании, которые сейчас выглядят неплохо по мультипликаторам, компании, у которых, если дождаться еще отчетов, и отчеты выйдут хорошими, они, собственно, могут продолжать расти. То есть здесь, в этом блоке, опять же, диверсификация, на мой взгляд, она может быть довольно-таки хорошим как раз помощником в данной нестабильной ситуации. Ну а теперь, Фуат, Виталий, ну, наверное, Виталий, давай передам слово тебе. То есть как ты считаешь, какие, не буду называть это рекомендациям, но, может быть, советы, такие мягкие советы, которые ты мог бы дать с позиции своего опыта для наших слушателей, что в данной ситуации разумно делать. Ну, самое разумное, что здесь можно сделать, это я, в принципе, уже дал выше несколько идей, советов. То есть если вы не знаете, что делать, и ждете от какого-то бородатого человека до вебинария совета, то срочно, срочно вам нужно сокращать позицию, потому что мне часто пишут люди, взял на пол котлеты Apple, да, там, и в преддверии выборов, что делать, да, там, или купил Facebook на весь депо со вторым плечом, что делать. То есть на самом деле вопрос сейчас не в этом, да, вопрос в том, чтобы не потерять, сохранить сейчас ту прибыль, которая у вас есть, может быть, сохранить те... Дело не в позициях каких-то сейчас, да, то есть чтобы был полностью там портфель, все, я бы просто имел ту часть лишь в акциях или в депах, которую вы можете себе позволить, если даже рынок упадет, там, на 32%, да, там, 32,9, или там упадет на 20%, да, то есть иметь кэш, иметь какую-то подушку безопасности, которую вы можете усреднить позицию, если что, либо подобрать то, что будет хорошо выглядеть. Роман хорошо выше сказал несколько, в принципе, идей именно по конкретным акциям, по конкретным отраслям, то есть все понимают, что если Байден, то это энергетика, да, там, у нефтяных будет вопрос, и, скорее всего, цена пойдет вниз, тем более и РАН, если появится, предложение выше, спрос, скорее всего, не будет слишком расти, и, соответственно, вот у нефтяников будет худо, у некоторых IT-компаний. А если Трамп, то, в принципе, вот та линия, которую мы придерживались в последние 4 года, она им будет выдерживаться, да, поэтому здесь рекомендация такая, что вы должны понимать, что вы делаете, не ставить на одну лошадку, придерживаться диверсификации, то есть, ну, минимум, минимум, у вас должно быть 10 акций в портфеле, это просто колоссальный минимум, да, и если вы спросите, что делаю я, у меня порядка 30% всего в портфеле, даже чуть меньше сейчас в акциях, и большая часть сейчас в евробандах, причем в дальних с фиксацией определенных процентов, да, определенной высокой доходности и усреднения позиции, и часть кэша достаточно большая для меня, она именно, ну, часть портфеля, скажем так, она в кэше, точнее, да, будет сказано, дабы, если то, что прольется ниже, чтобы его подобрать по более хорошей цене, да, потому что, к примеру, у меня в портфеле достаточно на большую позицию для меня есть большое количество рейтов, да, то есть это фонды, которые инвестируют в недвижимость, и мы с вами все знаем, что из-за локдауна, из-за коронавируса большое количество и торговых центров стояло долгое время закрытых, и отели стояли закрытые, и, конечно, там есть большие скидки, да, большие скидки, но и риски большие, если сейчас будет новая волна, новые, ну, скажем так, новые закрытия, но, в принципе, как показывает практика, если тоже мы посмотрим большой период времени, то вот коммерческая недвижимость, она, в принципе, взлетала до этого во все периоды рецессий одним из первых направлений, первых вот таких секторов, скажем так, да, коммерческая недвижимость, поэтому я продолжаю ставить на это, что если вдруг чего, то инвесторы пойдут в дивиденды, пойдут фиксировать высокую доходность, пойдут в евробанды, в еврооблигации, пойдут в те компании, те, которые занимаются рейтами, да, доходной недвижимостью, поэтому, ну, вот это основное то, что я могу так сказать. Спасибо большое, Виталий. Фуат, теперь добавь пару слов от тебя. Роман, у тебя тоже сел аккумулятор? Да, у меня тоже сел аккумулятор. Что же такое? Сейчас у меня сядет тоже сейчас. Ну, у меня он сел, потому что не USB-шный, а находится очень далеко, и пришлось его так автономно. Ну, ладно. Значит, надо инвестировать это в акции, в акции USB-шных компаний. Тебе это подсказка. Да. Какого идея? Я помню чувака, который в 2015-м спрашивал у меня про GoPro по 100 долларов за акцию. Он был сам архитектором, и на мой ответ, что, ну, GoPro уже очень сильно вырос, прибыли нет, они растут, он сказал, нет, ты не понимаешь, я куплю акции GoPro, я сам экстремал, катаюсь на велосипеде, и мне нравится. Я говорю, окей, ну, вот, 5 долларов сейчас стоит. Интересно, а где теперь этот архитектор? Нет, он вот тут по соседству в Испании живет. У него все нормально, кроме как с деньгами, наверное. Так, смотрите, что я покупаю. На самом деле, ну, раз уж тут прозвучали евробанды, то я тоже скажу, чем я занимаюсь. Ну, вы, наверное, понимаете, что у трейдеров могут быть более продвинутые стратегии. Я торгую опционами больше, с особой стратегией. Но вебинар не об этом, поэтому портфель, состоящий из акций, у меня такой минимальный. Ну, что у меня есть? Акции GES, это вот одежка, так скажем, и то я большую часть закрыл, вот, на недавнем взлете. Почему я покупал GES? Потому что там по балансу в моменте денег лежало на счету у компании больше, ну, не больше, примерно столько же, сколько она стоила на рынке. То есть вот у них есть кэш, и акция стоит столько же, сколько кэш. Ну, я купил. Они выросли, и я продал, потому что особо не ожидаю каких-то будущих прибылей. Немножко есть Good Tire, это вот резина, колеса, покрышки и Wells Fargo. Но, опять же, не смотрю на это слишком перспективно. Я вообще не знаю таких бумаг на рынке, которые могли бы меня сильно сейчас заинтересовать. Вот прям с разбегу броситься купить. Не могу сказать, есть ли такие бумаги. Ну, везде P-ratio высокий, везде уже все подросло. А те бумаги, которые не подросли, они или из энергетики, зависимо от ценно-сырье, на ресурсы, или же имеют не очень хорошие показатели. Но все же мы с Романом ведем подкаст каждый вторник, и там я озвучиваю свои интересы и позиции. Есть у меня Work, это тикер компании Slack, это такой корпоративный мессенджер. Вот единственное, что мне нравится из рискованного, это вот эта вот компания. Почему, скажу в двух словах, потому что второй отчет подряд Slack говорит, ребята, мы не за прибылью гонимся, все, что мы зарабатываем, мы вкладываем, мы расширяемся, мы, по сути, та же Tesla, как три года назад. И это мне нравится. Мне не нужно, чтобы они сейчас делали что-то, я не знаю, такое нейтральное. Мне нужно, чтобы они все деньги направляли на развитие. И знаете, сколько у них корпоративных клиентов? 750 тысяч. Представляете, корпоративных клиентов, использующих просто мессенджер. Посмотрите на Zoom, такая чисто карантинная бумага, в 10 раз вырос. Кстати, у меня были акции Zoom по 73 доллара, я продал по 84. Идея была на карантин, но, камон, акции неделю не росли. И я думал, или я ошибаюсь, никакой карантин не заставит людей сидеть за мониторами и слушать меня и других спискеров Виталия и Романа, или что-то здесь не так. Ну, не бывает так, чтобы рынок тупил. И вот он тупил, тупил, на первом росте я сказал, ну, рынок, спасибо тебе, ты выстрел. А потом было самое настоящее ад. Ну, опять же, многие из вас, наверное, бросились бы докупать. Я не докупался, потому что, ну, не угадал и не угадал. Свои 9 долларов 60 центов я взял, плюс-минус, и это немало. На тысячах акциях заходил большим сайзом относительно клиентского портфеля. Ну, и нормально. Так вот, про Zoom не скажу, он сильно вырос. А вот Slack, это тот же Zoom, только аудио-вариант, только месседж-вариант, такой чат, не для нас с вами, компания, у которой меньше трех работников не будет покупать Zoom, и это уже даже не компания. Поэтому мне нравится Slack, они развиваются, и у них клиентов, которые платят больше миллиона долларов в год. Представляете, на какой-то чат корпоративный заплатить миллион долларов в год? Ну, это безумие на софт какой-то, да? Причем, что такое чат? Ну, откройте Skype и переписывайтесь, что вам мешает. Нет ведь Slack, у них каналы, ну, Роман знает, они пользуются Slack. Я-то такой безработный, уже 11 лет. Так вот, Slack имеет 87 клиентов, это история трехмесячной давности, сейчас они отчитаются, посмотрим, сколько у них, может, уже 100, которые платят более миллиона долларов в год на какой-то софт. И знаете, что интересно? От Slack не так легко отказаться. Если у вас уже информация в этих каналах, ваши сотрудники, юридический отдел, какой-то аккаунтинг-отдел, комплаенс, имеют каналы, и там общаются, там история. Ну, сложновато просто взять все, удалить, сказать, ребят, давайте перейдем на Skype. Дешево было и сердито. Сложнее. Все у вас уже, вся работа у вас настроена на этот Slack. Поэтому мне нравится эта компания, акции падали, я докупался, акции падали, я все равно докупался. Никакая не рекомендация, ну, вот единственное, что мне нравится. Вот Дима Дудко пишет, что, Дудко пишет, что многие компании приходят со Slack на Microsoft Teams. Я слышал версию, что Microsoft, ну, так себе конкурент для Slack, а все-таки продукт, ну, не сильно лучше, не лучше, может, даже хуже. Ну, могу ошибаться, я не пользовался ни Slack, ни Microsoft, я общался с людьми и смотрю на то, что делает Slack, они просто дико растут. Собственно, все. Ничего такого интересного я не вижу. И Гилит, моя любимая фармакомпания, которая не растет. Вот только последние две недели начала расти. Коронавирусная у них тоже есть история и вакцина. Но вот, камон, не нравится рынку Гилит. Никогда не нравился рынку Гилит. А ребята держат 20% HIV этих медикаментов. Там какой-то процент гепатита С, огромный процент. Они первые, кто сделал от гепатита С терапевтическую вакцину, которая стоила, знаете, сколько, когда они их разработали? 84 тысячи долларов. Даже помню, Сенат или Конгресс собирался, чтобы обсудить, ребят, вы нормальный, там за 84 тысячи долларов продавать медикаменты. Ну и все. Согласен с теми, кто считает, что лучше переждать в кэше. Если вы сидите в кэше, и рынки выросли, не так обидно. Хотя знаю, у начинающих трейдеров, инвесторов есть такая черта. Они прям хотят догнать рынок. Им не нравится, что рынок уходит, а они не в лодке. Ничего страшного, просто помните трейдерскую шутку. Если вам нечего делать, на рынке имеется в виду, помойте окна. Вот и все. Помойте окна. Вот у меня, кстати, окна нечистые, тут дожди были. Я помою окна, пережду этот рост. Пускай растут, мне не жалко, пускай трейдеры, инвесторы зарабатывают. Ну и, конечно же, у меня стратегия опционная, она маркет нейтральная, мне все равно, куда пойдет рынок, лишь бы он шел, лишь бы он хорошо шел. Вот так в двух словах, если мое мнение о предстоящих, о ситуации на рынке. Спасибо, Фуат. Ну да, ты рассказал про конкретные акции, про конкретные примеры, но здесь, наверное, задача данного блока было как раз рассказать о том, о способах диверсификации, которые существуют. И здесь, наверное, основной момент, да, то есть еще раз резюмируя наш сегодняшний вебинар и исходя из той неопределенности, которая сейчас есть на рынке, то диверсификация, про то, про что говорил Виталий, то, про что говорил Фуат, это будет, наверное, максимально разумным. Держать или в разных акциях, или часть держать в кэше, или инвестировать в те сектора, которые могут как раз получить определенный рост после уже завершения вот этой всей предвыборной гонки и, наверное, будет максимально разумным действием и максимально разумной ситуацией. Но мы не планировали углубляться как раз в те детали, которые у нас, в которые мы, может быть, поговорили чуть более подробно. В любом случае, для тех, кто присутствует у нас впервые, я еще раз рекомендую подписаться на наш YouTube-канал сейчас, после того, как я закончу все ссылки, приложу, подписаться на наш Telegram-канал, слушать канал 2трейдера, также следить за нашими вебинарами, которые проходят в рамках Admiral Market, ну и также, безусловно, YouTube-канал Виталия я тоже приложу. У Виталия огромное количество полезного и нужного контента для трейдеров и инвесторов, которые все смогут воспользоваться. Я думаю, что на этой ноте тогда мы сможем закончить. Для тех, кто будет нас смотреть в записи, не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Вопросы также можно оставлять в комментариях к этому видео. Я думаю, что мы прошли максимально подробно вот такими тройными усилиями по всем ключевым вопросам. Спасибо большое, Фуат. Спасибо большое, Виталий. Был рад с вами пообщаться, был с вами рад обсудить данную тему. Я думаю, что как раз для множества наших слушателей мы дали максимально возможно сжатую информацию и в максимально короткий срок, насколько получилось. Роман, можно буквально одну вещь, просьба такая, прям просто просьба. Я так вижу, очень неплохо мы так все пообщались, и люди активные в чате. Почему бы чаще не проводить? Вот такой формат, да, он впервые, но вообще вебинары вот такие открытые, большие на платформах Адмирала, но не каждый месяц вы делаете. Наверное, людям интересно было бы чаще все это видеть, проводить. Весь эфир на Элдера уходит просто. За все эфирное время на Элдера. Знаете, у Элдера другой формат, и вообще классно, что есть Элдер у вас, у Адмирала. Держитесь за него. Я, наверное, еще не родился, Элдер уже уехал в Америку, и примерно тогда, когда я родился, он писал книгу, которая стала бестселлером. Так что классно, что уходит эфир на Элдера. Про нас тоже не забывайте. В отличие от Элдера мы книг не писали, зато практики, да, Виталий, практики, и торгуем, и управляем, и, в общем-то, можем много всего рассказать. Да, согласен. Роман, еще раз большое спасибо за приглашение. Буду рад также участвовать в других вебинарах, если они будут в каком-то таком формате. И, друзья, вам всем желаю успехов. Будьте внимательны, будьте аккуратны, никуда не спешите. С одной стороны, всех денег ты заработаешь, с другой стороны, как вот сегодня было много табличек, много цифр, да, вы видите, что на любом рынке, при любом президенте можно заработать, да, и рынок дает заработать, но будьте аккуратнее, диверсификация, не спешите, не жадничайте, и помните, что жадность ведет к бедности. Я это всегда говорю, поэтому не жадничайте, и у вас все обязательно получится. Всем успехов, все ссылочки, наверное, будут в описании, и увидимся в следующем вебинаре всем. Спасибо, всем пока. Тут написано, что вопросы будут. Да, еще раз, еще раз, спасибо большое. Ну, я думаю, что уже по вопросам мы уже выходим из тайминга, я думаю, что мы все как раз обсудили, поэтому всем еще раз спасибо большое за внимание, постараемся делать больше подобных встреч, если они зайдут, но как раз посмотрим на лайках к этому видео на нашем YouTube-канале. Будет много лайков, будет хороший фидбэк, обязательно продолжим. А так, всем спасибо за внимание, всем хорошего вечера, еще впереди презентация Apple, за которой тоже будем следить, и обязательно обсудим это уже в следующих подкастах и в следующих видео. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok